здравствуйте с вами снова эквименеджмент свитой козловой сегодня мы продолжим разговор о корпоративной культуре и разберем как посредством ценностей повысить рентабельность кска мир спорта как и весь остальной мир бизнеса зависит от глобальных трендов вызванных изменением потребительских привычек политических процессов и общественных движений сегодня конно-спортивные клубы и их руководители стараются действовать так чтобы снижать риски и успешно принимать вызовы внешнего мира поэтому именно сейчас развитию корпоративной культуры и ее ценностям стоит уделить особое внимание ведь благодаря этому можно значительно повысить рентабельность кска и если лидером мирового бизнеса посредством развития культуры в своих компаниях удается в разы и повысить их рентабельность почему бы конно-спортивным клубом не использовать себе во благо эти самые лучшие практики но прежде чем приступить к сути я хочу рассказать как так произошло что мировой менеджмент увидел связь между бизнес-процессами и людьми которые работают над постоянным улучшением в своей сфере деятельности и доносят ценности корпоративной культуры своих компаний до потребителя и не только увидел эту связь но и поставил ее себе на службу и так в конце шестидесятых годов двадцатого столетия американский математик уильям эдвардс деминг создал теорию глубинных знаний способ математического контроля качества который сегодня стал маст хэв любого производства от ботинок до ракетостроения от стоматологических услуг до банковской системы в чем она заключалась постараюсь изложить максимально кратко модель деминга заключалась в следующем когда люди и организации сосредотачивают внимание на качестве она растет а издержки со временем снижаются но когда в организации фокусируется в основном на издержках затраты начинают расти а качество со временем снижаются это открытие перевернула все представления повышение рентабельности эврика это не была примитивная программа по исключению потерь из рабочих процессов те кто упорствовал в этом заблуждении обрекли свои компании на посредственные результаты теория деминга была основана на важности знания психологии для управленцев автор математически доказывал что управление в основе которого лежит пренебрежение различиями между людьми неэффективно мы с вами уже говорили о том что хороший менеджмент должен учитывать эти различия и уметь оптимизировать мотивацию людей в зависимости от их особенностей и способностей важно что деминг считал именно внутреннюю мотивацию основой ответственного и стабильного поведения людей более того он полагал что акцент на внешнюю мотивацию создает разрушительный эффект внешняя мотивация может повысить самооценку человека но тотальное подчинение внешней мотивации ведет к разрушению личности интересно что к этому же выводу пришел много лет спустя легендарный спортивный психолог рудольф загайнов доказавший что финансовая мотивация в спорте не работает в долгосрочной перспективе но вернемся к теории деминга критически оценивая современный западный индивидуализм он акцентировал внимание на важности удовлетворенности сотрудников от своей деятельности которая способствует формированию про социального поведения что по его мнению позволяет создавать более эффективные бизнес системы основанные на силе человеческого ресурса заключенной во внутренней мотивации где основной упор делается на командном взаимодействии несущим пользу для каждого так философия постоянного совершенствования ворвалась в современный менеджмент и стала основой всех лучших бизнес практик а ценности стали базовым элементом корпоративной культуры миллионов компаний на планете именно ценности во многом определяют сегодня этику и правила поведения принципы взаимодействия с коллегами и клиентами а значит именно от ценностей зависит и результативность работы всей команды поэтому формулирование описание и дальнейшее внедрение ценностей важное дело для любой организации более того при реально работающих ценностях корпоративная культура компании становится ее конкурентным преимуществом за последнее время я сделала важное наблюдение корпоративные ценности практически перестали публиковаться для галочки большинство компаний в том числе и российских стали реально работать над ними сегодня я расскажу о том как работает с ценностями клуб продар и как именно это влияет на нашу рентабельность интересно что рейтинг наших корпоративных ценностей совпал с результатами исследования проведенного школы управления сколково и так поехали только люди и лошади со временем становятся дороже эта ценность отражает важность для нас командной работы сплоченности развития команды уважение друг другу и благополучие лошадей клуба целостность вторая по важности ценность нашего клуба от которой зависит качество наших услуг и репутация сюда входят профессионализм честность уважение к бренду и друг другу соблюдение этических норм и правил а также безупречное качество с которым мы выполняем свою работу и наконец члены клуба третьей ценностью по популярности оказалась ценность клиента его благополучие безопасность и комфорт на первый взгляд может показаться что эту группу ценностей можно объединить со второй с предыдущей но у них есть фундаментальное отличие когда во главе угла стоит качественная услуга основной акцент делается на ней но когда акцент смещается с услуги непосредственно на клиента на первый план выходят уже его интересы не просто предоставить ему то что он хочет тогда когда он хочет но и выявить его потребность и сделать так чтобы благодаря нашим услугам он действительно достиг большего возможно даже предложить ему решение о котором он сам прежде никогда и не задумывался как же лучше оформить свои ценности чтобы донести их в доступной и интересной форме до внутренней и внешней контактных аудиторий ну чтобы они не остались лишь словами написанными на стене мы заботимся о клиенте а вот сено для его лошади купим подешевле хорошо воспринимаются решения когда все ценности объединены в единую концепцию командный дух инновации вовлеченность надежность и ответственность оформленные подобным образом ценности проще усваиваются и начинают отражаться на поведении сотрудников а в итоге быстрее внедряются и меняют культуру клуба приятно отметить что многие ведущие российские кска уже имеют сформированные ценности и систему управления на их основе либо активно двигаются в эту сторону ценности определяют не только способ делать что-либо но и ответ на вопрос как делать поэтому если даже клубы ставят одинаковую цель к примеру быть лидером своем сегменте то именно культура будет определять набор тех действий которые они для этого используют а лучшие ценности становятся ядром их деятельности затем уже на этой основе сформируется все системы управления от и чар до технологических процессов поэтому выбор ценностей их формирование и внедрения так важны ведь они создают душу клуба а ее в отличие от технологии и процессов скопировать невозможно теперь о том как ценности отражаются на рентабельности тут я еще раз хочу сказать что если вы захотите использовать корпоративные ценности как инструмент по снижению издержек вы только зря потратите время наймите технолога и он распишет вам где и сколько вы сможете сэкономить купив подешевле туалетную бумагу заменив поставщика фермерских продуктов на дешевый ритейл а живую новогоднюю елку искусственно развитие и повышение рентабельности через принятие корпоративных ценностей это игра в долгую не случайно мы закончили предыдущую программу о лидерстве примерами клубов ориентированных на вечность то есть клубов руководители которых мыслят не в рамках 3 5 лет она 10 и более вперед как же зарождались ценности например клуба продар собственно изначально у нас не было никаких прописанных на бумаге и доведенных до каждого сотрудника четких формулировок здание клуба манеж и конюшни бывшей школы верховой езды при центральном московском ипподроме были построены в начале 70-х годов чем мы были продиктованы ограничения в процессе реконструкции так как мы должны были оставить несущие стены в неприкосновенности следовательно в узком проходе конюшни процесс седловки лошадей и их подачи на манеж должен был быть максимально коротким чтобы лошади не висели на развязках более 10-15 минут мешая проходу также мы решили что количество всадников одновременно работающих манежи не должно превышать 10 размер рабочей площади нашего манежа 25 на 98 метров но пони занимаются в отдельном секторе обеспечение такой логистики потребовало от нас написание авторской программы для ресепшн клуба которая координирует лошадей тренеров спортсменов и не допускает превышение количества одновременно занимающихся на тренировочных площадках затем нам пришлось решать вопрос хранения фуража и опилок по причине отсутствия больших складских помещений мы отрегулировали этот процесс таким образом чтобы поставщики подвозили все необходимое маленькими партиями но со швейцарской точности ведь от этого зависело благополучие лошадей со временем мы выбрали надежных поставщиков некоторые из которых работает исключительно для нашего клуба уже много лет вы заметили что краеугольным камнем улучшений процессов является вызов а уж чего чего а вызовов у клуба продаж было предостаточно чтобы все делать точно вовремя нам потребовалось стандартизировать все процессы что позволило отрегулировать работы и потоки так постепенно строилась живая и органическая система в основу которой были заложены стандартизированные процессы правильный инвентарь и оборудование надежные поставщики а главную роль играли способные и мотивированные сотрудники и в результате мы научились оказывать услуги с отличным качеством без потери времени и денег в подавляющем большинстве случаев если посмотреть на эту простую модель вы увидите ее великолепную логику здесь нет страховочной сетки в виде больших запасов ресурсов именно их отсутствие приводит к оперативному решению проблем главное чтобы в подобной системе работали думающие и мотивированные люди если убрать эту часть модели система неминуемо потерпит крах поэтому непрерывное совершенствование касается в нашем клубе каждого и всего что мы делаем и самое главное это постоянно развивающиеся люди команды которые каждый день заботятся о том как сделать наши услуги более привлекательными для членов нашего клуба о том как подбирать развивать и мотивировать сотрудников конно-спортивного клуба мы поговорим уже в следующей программе которая будет посвящена управлению персоналом или тому как на практике работает принцип аль капоне гораздо большего можно добиться при помощи доброго слова и пистолета чем при помощи одного лишь доброго слова если проект экви менеджмент интересен вам а информация которую мы предлагаем вашему вниманию полезно ставьте лайки чтобы это видео попало в рекомендованные тогда его сможет увидеть еще больше конников которым оно собственно и адресовано с вами была Вита Козлова до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok дима Торзок